Эта конференция сейчас будет записана. И сейчас, пока мы собираемся, я расскажу пару слов про учебные центры и про нашу программу трудоустройства. Мы учим людей уже 29 лет на рынке образовательных услуг, обучили более 1 миллиона человек и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России с высококлассным качеством образования. Мы этого добились за счет того, что мы сочетаем бауманские технологии преподавания, современные технологии проведения обучения и практикоориентированный подход. И так как мы уже достаточно давно на рынке, то знаем, как нелегко бывает специалистам развиваться в новой профессии, продвигаться по карьерной лестнице. И для этого мы разработали такую программу поддержки наших выпускников, программу трудоустройства, которая включает в себя ряд определенных мероприятий, о которых я сейчас вам вкратце расскажу, чтобы вас сориентировать. Может быть, какие-то из них вы захотите ими воспользоваться. Итак, первое, что мы делаем, это при создании наших курсов, мы включаем в них максимум практических занятий. Почему? Потому что работодателю сейчас не нужны просто специалисты со знаниями. Им нужны люди, которые умеют применять свои знания на практике. Потому что в наших курсах максимальное количество практических занятий. После того, как вы обучились по определенному направлению, которое выбрали, обрели так называемые хард-скиллы, мы вам рекомендуем посетить наш курс «Успешный поиск работы в период кризиса и карантина». Если вы давно не выходили на рынок труда, если вы никогда до этого всерьез не искали профессию, или если вы выходите в первый раз после переобучения, очень вам рекомендую его посетить и узнать, какие сейчас правила, какая сейчас деловая этика на рынке труда, как себя вести, как проходить собеседование, как правильно составить резюме и как в целом искать работу. Ближайшее мероприятие у нас будет проходить 23 апреля. Курс ежемесячный, бесплатный. Чуть позже я в чат отправлю ссылочку на запись его. Прошу выключать микрофончики ваши. Спасибо большое. Что далее хотелось бы сказать. Также для всех, кто учился за свой счет в нашем учебном центре, не за счет работодателя, доступна такая опция, как индивидуальная карьерная консультация. Чтобы записаться можно, нужно заполнить формулу и ссылочку на эту формулу я вам тоже отправлю в чат чуть позже. Также ежемесячно мы проводим дни карьеры, куда приглашаем экспертов-работодателей, которые рассказывают о современном состоянии рынка труда, о тенденциях, о том, что работодатели рассказывают о вакансиях. И раз в месяц у нас проходит день карьеры по IT-направлению. И так как аналитика данных с этим направлением тесно связана, и мы часто представляем там эти вакансии, я вам еще рекомендую. И также и посмотреть записи на YouTube-канале, где мы также... Сергей, прошу вас отключить микрофончик, где мы также рассказываем о вакансиях для аналитиков разного профиля. Вот. Ссылочку на регистрацию отправлю в чат. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, да, в моем выступительном слове, что у нас есть тоже каналы с вакансиями, где вы можете посмотреть, какие вакансии сейчас наши партнеры предлагают выпускникам. Наши партнеры – это наши корпоративные заказчики, которые учат у нас своих работников, и довольно качественное обучение с удовольствием отдают привилегии нашим выпускникам. Ну что ж, дальше хочется передать слово Ольге Кулешовой, ведущему преподавателю курсов по Microsoft Excel. Ольга Владимировна уже не первый год реализует образовательные проекты любой сложности для ведущих российских и зарубежных компаний. Это преподаватель-практик. И подробнее о себе она сейчас далее вам расскажет. И сегодня мы поговорим с вами о профессии аналитика данных и о том, как развивать свою карьеру на этом профессиональном пути. Ольга. Да, как это называется, я тоже Ольга. Это ту Оли. Так, значит, всем добрый вечер. Меня зовут Ольга Кулешова. Я являюсь преподавателем в центре «Специалист» уже достаточное количество лет. В целом я работаю с программами, изначально это, конечно, был Microsoft Office, Excel, уже более 25 лет. И, что называется, практически, мне кажется, как это, по любым движениям и интерфейсам могу точно сказать, где это было создано и как это, что называется, выглядит. Ну, если говорить, то я являюсь тренером Microsoft, Microsoft Certified Trainer с 2010 года, то есть это уже 11 лет как прошло. Также в 2014 году у меня награда была от Microsoft за развитие и, как называется, реализацию в массе Excel, то есть знакомство с разными возможностями, инструментами. Ну и, конечно, по выходу каждой версии, чтобы держать себя в тонусе, мы также все сдаем сертификации. Это, конечно, и по всем офисным программам, ну и также все, что связано с современностями в виде Power BI вещей. Достаточно за всем слежу. Ну и периодически как разрабатываются новые курсы, так и совершенствуются те, которые уже были. Ну, потому что нельзя создать программу курса, чтобы она была актуальной и никогда в нее не вносить изменения. Нет, такое, конечно, бывает, но чтобы было все интереснее и нагляднее, этим нужно заниматься постоянно. Ну и, собственно говоря, мы этим постоянно и занимаемся. Ну и также была конференция в Словении в 2019 году, посвященная в том числе и Power BI возможностям, ну, что называется, чтобы знать, и что творят коллеги из других стран. Ну и также вообще, в том числе, для меня было интересно оценить опыт, как они ведут преподавание. Особенно, знаете, интересно бывает посмотреть, как они действуют, когда где-то промахнулись. Вот, тоже могу сказать, все очень по-разному, но в целом по-человечески. Так, ну и потихонечку, по мере свободного времени, конечно, пытаюсь вести блог Мир.Эксель, но иногда бывает просто физически по времени не могу. Так, ну, тем не менее, значит, как-то так сложилось в моей жизни, что циферки и вообще все техническое мне нравилось гораздо больше. Отсюда, собственно говоря, и не случайное попадание в МГТУ имени Баумана. И вот как я его окончила, с тех пор я занимаюсь преподаванием. Ну, действительно, 19+, то есть скоро будет 20, ну, что называется, отметим на занятии. Так, что хочу рассказать. Ну, конечно же, мир не стоит на месте, и то, что мы имели, например, даже в начале 2000-х годов, даже в начале 2010-х годов, там, десятилетия, это, конечно, были одни инструменты. С каждым годом все так очень динамично развивается и волей-неволей, но мы с вами тоже вынуждены развиваться для того, чтобы быть, ну, что называется, на плаву и соответствовать всем требованиям, которые предъявляются, и быть вообще конкурентоспособными. То есть, что нам дает анализ данных? Ну, наверное, если бы такое сказали, там, в 90-х годах, даже в начале 2000-х, не все бы сразу вообще поняли, о чем речь. Могу сказать и даже привести такой пример, где-то, наверное, году в 2005-2006 мне нужно было обучать группу, как мне сказали, аналитиков, в одной очень крупной, мощной нашей российской компании. Ну, я, как обычно, представляю, когда мне говорят, что там будут такие мощные люди, я думаю, о, сейчас будем мозг ломать, там, прочее. Ну, и каково же было на тот момент мое удивление, когда многие из них даже толком не могли суммировать в Excel. Тут, конечно, мой шаблон просто рухнул в разы, но времена, когда ты назывался мощным аналитиком, а за тебя кто-то делал эту работу, такие закончились уже тоже давно. Кем назвался, то, соответственно, нынче и творишь. Поэтому времена меняются и возможности тоже. Актуально. Данных очень много, и нам всегда с вами нужно уметь быстро их возможность иметь анализировать, визуализировать, да, и это дает нам быстро реагировать и принимать решения по каким-то сложившимся ситуации. Ну, и, конечно, если мы с вами будем говорить на предмет того, что же у нас происходит так или иначе, то если, наверное, еще лет, ну, так, наверное, 8, где-то взять 10, это было еще далеко не всем известно, как-то вот, ну, не раскручено, то потом технологии, которые в том числе даже внедрились в Excel, они стали доступны и осознаны многими. Плюс потихонечку, особенно мы знаем, в компаниях не всегда имеется возможность быстренько переходить из более, ну, как бы старых версий в более новые, да, и когда это случается, оказывается, вау, а тут уже все есть, что я пытался найти и как-то решить иначе. И поэтому на сегодняшний момент, если мы будем смотреть, то практически все области, где у нас огромные массивы данных, они работают и осуществляют аналитику либо в каких-то специализированных системах, ну, тогда у них уже, как правило, какие-то свои внутренние задачи, инструменты. Хотя вы знаете, внутренние и невнутренние, но они все равно пользуются всем тем же самым, что и мы. Поэтому возьмем ли мы с вами Excel, возьмем ли мы с вами Tableau, возьмем ли мы с вами Power BI, то все отрасли с ними работают. Это и наши нефтяные, это и фармацевтические, это и образование, и разные логистические, автомобильные. Ну, то есть, мне кажется, вообще, в принципе, нет сферы, где это бы не использовали. Ну, возможно, к примеру, в сфере, если так, на более низком уровне, где буквально там несколько человек, возможно, там это не так будет сильно раскручено. В остальных случаях человек, скажем, днем просто обрастает данными, и потребность быстро их обрабатывать, вообще иметь возможность их обрабатывать, она, что называется, актуальна. Ну, и свидетельство об этом какое? Мы можем с вами оценить рынок труда и увидим, что на самом деле востребованность этих специалистов, она высока. Более того, тоже специалист по анализике данных и по любому анализу данных, он тоже может быть, скажем так, стартового уровня, и он может быть достаточно такого прошаренного уровня. Поэтому возникает необходимость глубже, больше, динамичнее, что называется, экономичнее с точки зрения ресурсов, как собственных, так и любых других, решать те или иные задачи. Здесь, ну, если в двух словах, что же нас вообще с вами преследовало в более ранние периоды? Ну, вот, например, возьмем эпоху. Когда-то не было Excel, и вроде как-то справлялись, что-то там анализировали, ну, или, наверное, в современных масштабах, можно сказать, пытались анализировать. А потом у нас появился с вами Microsoft Excel, да, ну, Office 2.0, Microsoft. Тогда, конечно, данных тоже было немного, и многие тоже были немного возмущены, да, мы вроде и так справлялись, зачем учить, переучивать. Сейчас, если вы кому-то скажете, давайте обойдемся без компьютера и будем анализировать, они тоже посмотрят на вас весьма странно. И на тот момент первая стадия людей была какая? О, Excel, ну, а что там? Открываешь, вводишь в ячейки данные, ну, и вроде бы как все хорошо. Ну, и так иногда некоторые спрашивали, а что еще что-то есть? Ну, конечно же, здесь можно сказать, что первая стадия человек познавал формулы, функции, да, и на фоне тех, кто еще не познавал, он просто считался гуру, маг. Потом оказывается, боже, там есть сводные таблицы, и многие вещи, конечно, они все не заменяют, но можно делать с помощью сводных таблиц. И люди, которые их еще не постигли, а слышали о том, что они есть и видели результаты, тоже думали о том, боже, какие они умные, они там все знают. Правда, когда они доходили до этой стадии, то оказалось, боже мой, я не знал-то совсем ничего. Вот, но тем не менее, это все, конечно, хорошо, но при работе с большими массивами это неэффективно. Во-первых, у нас с вами достаточно ограниченное количество строк в Excel, да. Во-вторых, с точки зрения там связи между таблицами, это все на уровне формул, то есть можно совершать множество ошибок, могут быть неточности, да и вообще человек он такой, он может натворить все, что угодно. Ну, который работает вряд ли, а вот кто, если с ним еще в параллели, там с файликом работает, может начудить все, что угодно. Параллельно также уже была возможность анализировать данные с помощью SQL. Это такой универсальный язык обработки баз данных. Через него также можно было с его помощью в Excel делать какие-то уже, ну, более компактные выкладки, ну, и в том числе практически иметь возможность подключения ко многим базам данных и писать уже конструкции, анализировать. То есть на фоне Excel-листа, там, двухтысячных времен, человек, который знал SQL, это тоже Mac уже следующего уровня был. Однако Microsoft, понимая потребность в пользовательских, что называется, задачах и потребность также пользователя постоянно теребить какого-нибудь IT-специалиста, того же самого разработчика баз данных, понимал, что IT-специалисты, в принципе, эти люди, которые обычно выбирают профессию, чтобы поменьше общаться с людьми. А тут получается, как у них что не получается, так IT-специалист должен быть где-то рядом. И они сделали такой хороший прорыв, и многие вещи, которые раньше нам были недоступны, они стали внедрять в Excel. Итак, в 2010-й версии у нас при работе в Excel появился PowerPivot. И тут оказалось, что можно загружать данные огромные из разных источников, то есть это и миллион, и пять, и десять, и двадцать миллионов строчек. А если они не подготовлены, то, оказывается, многие вещи можно даже подготовить уже без знания макросов, потому что ранее человек, который умел работать с макросами, он тоже считался уже практически гуру. И здесь получается, PowerQuery в связке с PowerPivot как раз дают нам такие шикарные возможности. Это возможности довести любой источник до ума и, соответственно, уже отправить в модель и дальше анализировать. То есть PowerPivot – это модель, аналитическая такая база данных, куда мы закачиваем данные и, конечно же, потом строим отчеты. И получается, что нам не нужно прям сверх какими-то уникальными данными обладать достаточно близкими к Excel, ну и, естественно, с отличиями, но, во всяком случае, пользователь, постепенно идущий, что называется, шаг за шагом, он с этим справляется, потому что многие вещи привычные, ну и плюс, естественно, открываются новые возможности. И так мы прожили где-то до 2015-й версии, работая и создавая различную аналитику в Excel. Дальше, используя PowerPivot, PowerQuery, дальше Microsoft, он изначально в 13-й версии там нам внедрил PowerView, но без каких-то особых настроек. Поэтому это печалило многих людей и они осознали и сделали в 2015-й, в 2015-м году, где-то летом, они вывели отдельное бесплатное приложение, которое называется Power BI Desktop. Действительно, его может скачать любой пользователь и, кстати, если вы планируете его изучать, то скачивайте всегда 64-разрядную версию, она более устойчива с точки зрения работы. И, соответственно, говорит, все, иди аналитику твори непосредственно в Power BI Desktop. То есть там, там у тебя будет гораздо больше визуализации в сравнении с Excel, потому что в Excel, работая в PowerPivot, мы буквально отчеты строим какие? В виде сводных таблиц и в виде сводных диаграмм. При этом мы с вами можем, конечно, их взаимодействие немножко настроить, но с помощью срезов, но это все равно будет не такой в правильном понятии дашборд, это будет имитация. А дашборд это всегда у нас множество разных визуализаций, то есть таблицы, диаграммы. Цель какая? Оценить взаимодействие всех этих разных объектов визуализации между собой, да, чтобы быстро найти какие-то причинно-следственные связи между данными, результатами, ну, то есть оценить все это, проанализировать и иметь возможности, соответственно, правильных результатов. И вот тогда как раз таки у нас с вами и появляется необходимость строить динамические отчеты. здесь, в принципе, со стороны Microsoft у нас есть Power BI Desktop, дальше в корпоративных версиях есть Power BI Pro, со стороны Microsoft не единственная, как вы понимаете, есть также еще Tableau, то есть они, в принципе, достаточно так часто конкурируют друг с другом, и на удивление, если мы проанализируем рынок востребованности, зачастую даже в пределах одной компании требуется как знание и Power BI, и Tableau, чтобы, видимо, часть отчетов нужна для построения в одних системах, часть, соответственно, в других. Ну, понятно, что у каждого так или иначе где-то есть свои плюсы, свои минусы, и, конечно же, чем больше ты знаешь, тем быстрее ты осознаешь, в какой момент где и чем лучше воспользоваться. Поэтому Excel это хорошо, но это достаточно компактно с точки зрения возможностей данных, то есть мы весьма ограничены в своих инструментах и ресурсах. Поэтому данные растут, причем, как вы, наверное, знаете, обработка данных в среднем занимает процентов 70, ну, наверное, минимум в среднем процентов 70 времени от построения отчетов. И, конечно же, все жажут момента, когда у нас с вами эта процентовка будет снижаться. Однако это не так просто, потому что все наши данные они не всегда хранятся в одном источнике, это такой собирательный образ, то есть что-то, например, мы закачали из каких-то мощных баз данных. Вот это рай для человека, потому что в базах данных все хранится абсолютно в корректном виде. Дальше что-то нам там неважно переслали в виде файла Excel. Где-то откуда-то выгрузили, нет возможности в Excel или возможность есть, но размер не позволяет по количеству строчек. Нам выгрузили в формате текст, csv. И вот мы с вами имеем действительно возможность это все собрать в модели и дальше работать. Кому-то бывает достаточно уже аналитики в пределах Excel, но современные тенденции говорят, что динамичность это круто, это современно, это быстро, и, конечно, тогда в сторону Power BI мы начинаем смотреть все больше и больше. И такие возможности у нас есть. поэтому практически в зависимости от того, на какой стадии общения с программами, с данными вы, что называется, остановились, у вас всегда есть возможность подхватить, что называется, и продолжить, либо дорогу осилит идущий, планомерно, шаг за шагом, но будет прекрасный фундамент, который практически не оставит каких-то зазоров в вашем образовании, который позволит абсолютно все это шаг за шагом воспринимать, понимать и, соответственно, потом реализовывать. Поэтому мир данных у нас растет с каждым днем, ну, можно сказать, в геометрической прогрессии, и, как вы понимаете, это не только мое наблюдение, но это наблюдение и по работе с практически любыми компаниями, с любыми слушателями, идеальных источников нет. То есть, что бы вам не рассказывали, что у нас там есть база данных, поверьте, ею дело не закончится и не ограничится. У вас все равно будут другие источники, кривенькие, косенькие, и если вдруг вы их не увидите, то вы тот самый, что называется, счастливчик из серии 1 на миллион. Но сильно на это не рассчитывайте. Поэтому необходимость пользователя иметь возможность большие данные обрабатывать, она продиктована уже достаточно давно. И здесь, если на начальном этапе в 10-й версии, когда внедрялся PowerPivot, он вел себя очень неустойчиво, и этим, конечно, он немножко провоцировал, не располагал к себе, чтобы с ним работать, то, чем дальше становились версии, тем лучше. Если на сегодняшний момент говорить, 2016, 2019, офис, офис 365, с ними, как правило, проблем никаких нет. Ну, бывает, как всегда, когда обновилось какое-нибудь программное обеспечение, какие-нибудь сюрпризы, но, как правило, они очень быстро подлатываются. Ну, и, кстати, с точки зрения, даже если мы будем говорить любых программных продуктов, Excel обновляется в разы реже, чем обновляются технологии Power. То есть, вроде бы, даже и в Excel у нас есть и PowerPivot, и PowerQuery, но Power BI Desktop, Power BI Pro, их возможности обновляются гораздо быстрее. Более того, тут Microsoft пошел дальше, и на их комьюнити можно, в том числе, голосовать за необходимости каких-то потребностей, если кто-то их выложил, или в том числе выкладывать самим. И как только набирается достаточное количество голосов, то это в предварительных версиях возможностей появляется, потом опять собирается статистика, и уже в ходе некоторых обновлений вы получаете это как такой стандартный инструмент. Ну, когда человек с этим работает нечасто, он не сразу понимает, что менялось, но во всяком случае работая постоянно, мы это наблюдаем. Ну и всегда можно вычитать. Так вот, потребности наши глобальные, и решение, если мы, например, остановились где-то в начале пути, или только планируем вообще встать на этот путь, то это будет лестница, состоящая далеко не из одной ступеньки. И каждая ступенька это какие-то новые знания, новые познания, то есть без этого нам никуда не деться. То есть наши с вами необходимости, они растут, что называется, прямо пропорционально всем этим ступенькам. То есть мы должны с вами, чтобы уметь анализировать, знать, собственно говоря, и статистику, и Excel, ну и вообще понимать с точки зрения физической обработки любых всех этих наших больших данных. Так, если я правильно понимаю... Ольга, хочется сказать пару слов еще немного про рынок труда. Сейчас возьму права презентера. так видно, к сожалению, у меня камера почему-то не включается. ну, значит, будем так. А вот, включилась, да? Все хорошо. Вот, хотелось бы немного сделать обзор по рынку труда этой профессии. Можно сказать, что профессия на данный момент очень такая горячая. Всем нужны аналитики данных. просто специализированные каналы, они, можно сказать, разрываются в поисках хороших специалистов. Потому что действительно каждая компания сейчас осознала необходимость в таком специалисте и можно сказать, что у нас ну, такой уровень работников сейчас не подготовлен, чтобы на своих вот, по своим участкам, да, проводить такую аналитику самостоятельно. Я думаю, что это такая тенденция. Вот мы сейчас видим в вакансиях уже необходимость просто специалистов, руководителей или заместителей руководителей проводить аналитику и представлять свою работу в виде, в виде, да, какой-то наглядной, понятной информации и такая тенденция только увеличивается. Что можно сказать, да, по вакансиям, что их достаточно много на работных сайтах и там, где уровень дохода указывается, он указывается, ну, в основном, да, от 85 тысяч. Конечно, начинающиеся специалисты получают немного больше, но если вы развиваетесь в профессии, овладеваете разными дополнительными навыками, то продвижение происходит достаточно быстро. Средняя зарплата получается на 68 тысяч, если посчитать по статистике, начальная от 60 до 70 и далее, специалист с опытом через 1-2 года получает до 160 тысяч и специалист с опытом от 4-5 лет уже до 250 тысяч. Ну, как известно, сейчас главное на рынке труда умение себя продать. Это тоже определенный навык. Вот хотелось бы немного показать статистику на январе 2001 года и можно сказать, что по сравнению, например, с Data Science у аналитиков зарплата поменьше, но у Data аналитиков порог входа в профессию значительно ниже, потому что здесь не нужно иметь такие глубокие знания, математики, статистики, теории вероятности, достаточно просто овладеть инструментами аналитики и разброс зарплат на рынке в большей мере из-за того, что аналитики данных востребованы и в компаниях, которые в принципе не связаны с IT и Digital. В среднем вакансии аналитика данных больше в 2,5-3 раза, чем специалистов по Data Science. При этом Senior Data аналитики может получать без проблем где-то от 100 тысяч до 120 тысяч долларов в год. Все зависит от пула ваших знаний и умений и соответственно от того, какой объем работы вы выполняете и в какое время. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет вся сфера Data аналитики будет расти на 18% в год. Интересно также, что Data аналитик считается отличным плансдармом для дальнейшего роста, потому что Data аналитик может развиться как и в Data Science далее, и в ML Engineering, и в Product аналитик, и в бизнес-аналитике. Даже Full Stack Developer он может далее развиваться. Вариантов очень много. И вот после того, как мы немного обсудили данную профессию, я предлагаю поговорить о том, немножко посмотреть на ту дипломную программу, которую мы учим и выпускаем дата аналитиков и аналитиков данных, и еще раз посмотреть те скиллы, которые учим. Ольга, передаю вам слово. Да, отбираю. Так, так вот, значит, знаний нужно в целом много, и знаний вообще мало не бывает по жизни. И здесь все, конечно же, в том числе зависит и от того, какими знаниями вы уже обладаете. Но программа обучения на специальности аналитик данных, она, конечно, разработана с учетом комплекса всех этих вариантов. То есть, чтобы последовательно с сознанием дела, с пониманием все осознанно мы могли двигаться и, что называется, шаг за шагом постигать уже нельзя сказать прям азы, но возможности визуализации. Потому что, как вы понимаете, сколько не работай, сколько не используете элементы, всегда все равно можно найти что-то новое, интересное и рядом чего-то еще не знал. И это тоже здорово, иначе было бы всем скучно уже давно. Выучили там одну функцию, ну и хорошую. Итак, как я уже говорила, это достаточно длительная программа и в целом она может быть от трех до шести месяцев. Здесь у вас может быть периодический вопрос на тему как-то три или шесть. Все очень просто. Все зависит от того, в каком режиме вы будете есть соответственно менее плотный. То есть когда мы с вами выбираем больше или меньше с точки зрения часов в единицу времени. Так, я все вижу всю картинку и то, что она идет на экран. Рыгинка видно хорошо. Да, это что-то случайно. Так, так вот, соответственно, поэтому отсюда и такой разброс. Ну, понятно, что потребности бывают разные. Кому-то нужные серии вот срочно, пока у нас есть какой-то период, но здесь надо быть морально и физически готовым к тому, что что называется ваш мозг будет должен впитывать практически как губку и дальше старательно все это параллельно еще практиковать. Здесь нужно это осознать, чтобы получить хорошие результаты. Соответственно, если вы растягиваете до шести месяцев, например, может даже, наверное, казаться и больше, то здесь вы идете более полномерно, более осознанно, у вас есть также и возможность в том числе больше времени потратить на осознание тех или иных моментов. в программу этой дипломной входит целых 11 курсов и, как я говорю, начать можно хоть завтра, то есть прям вот 22 апреля, это такая интересная дата, у нас Владимир Ильич так говорил, учиться, учиться и учиться, вот, поэтому все просто. Что возможно? Значит, с точки зрения как они идут друг за другом, вы их можете легко также всегда увидеть и на наших сайтах, страничках, они там, естественно, вся эта информация, потому что не всегда можно самому логически это продумать, мы уже все за вас продумали. И есть, вы видите, основы, ну, то есть такой более теоретический какой-то момент, есть также введение статистику, ну, то есть мы получаем какие-то теоретические знания и плюс немного практики. Ну, введение статистики, как мы знаем, слово тасисти, статистиков многих пугает в жизни вообще, и отсюда, конечно же, будет понимание того основ. Если кому-то надо будет дальше, то придется, собственно говоря, развиваться и дальше. А дальше аналитика начинается с нашего привычного Excel, в зависимости от того, какие у нас с вами познания. Если мы только научились считать формулы и там постигли разные виды ссылок, этого, конечно, будет совсем недостаточно, то есть нам нужно будет знать больше формул, нам будет нужно знать, конечно же, сводные таблички, это вот расширенные возможности, да, то есть уже такие, ну, базовые, но тем не менее хорошие навыки с точки зрения работы с большими данными, ну, базовыми, включая всех остальных еще возможностей. Изучили, молодцы, что называется, потренировались, порепетировали, продолжили дальше, что-то уже научились считать, надо еще и анализировать и визуализировать. Освоили третий уровень. Дальше можно уже заняться и основами работы с табло, то есть, ну, какие-то основные моменты с точки зрения визуализации и анализа данных. Понятно, что если надо будет глубже, то всегда возможности есть. Поэтому вы видите, это основы, какие-то основные моменты, основные действия, которые уже на первых порах вам позволят строить те или иные визуализации. SQL. Язык SQL, он всегда вообще идет параллельно со всеми нами, ну, я имею в виду и с Excel, и с любыми другими базами данных, потому что это уникальный язык обработки данных, любых баз данных. Это его огромный плюс, потому что везде, где вы встречаете, что есть возможность написать выражение на SQL сервере, и когда вы на языке SQL, и когда вы представляете, что можно сделать, вы всегда можете сделать те же самые запросы более гибкими. То есть, это расширяет ваши возможности и позволяет в том числе оптимизировать какое-то время на выполнение этих запросов и преобразований. Data mining, да, на платформе Microsoft, то есть, Excel совместно с SQL сервером, то есть, все это отлично работает. Ну и также, если мы освоили в Excel сводные таблицы и некоторые инструменты визуализации, это, конечно, хорошо, но оно не позволит нам с вами работать с огромными массивами. Даже если это умещается на лист Excel, это все равно достаточно долго с точки зрения обработок по времени. Разработчик физически уже не может нам все эти алгоритмы изменить, и поэтому начинает 2010-й версия к нам в Excel, что называется, внедрилась постепенно прям и упрочнилась настройка PowerPivot, которая позволяет как раз-таки нам загружать большие данные и уже строить отчеты. То есть PowerPivot совместно с PowerQuery. PowerQuery подготавливает данные, то есть у PowerQuery сильные стороны какие? Это разного рода преобразование, консолидация, то есть, когда у вас множество различных табличек, ну, например, еженедельные, да, выгрузки, и вам это нужно анализировать все как единый массив с точки зрения источников, то вручную это караул. А с помощью PowerQuery можно создать там алгоритмы, функции, и все это прекрасно будет работать. Вам присылают очередные данные за недельку, вы скинули в ту же папочку, нажали обновить данные, и, что называется, все отчетики в PowerPivot через модели у вас уже данные прошли и визуализировались. Ну, вообще, что касается PowerPivot, PowerQuery, понятно, что это особые языки, чуть-чуть что-то DAX похож PowerPivot на Excel, однако очень отличается, и здесь, конечно, его придется для того, чтобы строить многие различные отчеты, изучать глубже. То есть такая потребность возникает, и даже, например, когда человек уже научился строить различные динамические отчеты в Power BI Desktop, то он также потом возвращается к углубленному изучению DAX, потому что понимает, что именно с точки зрения возможностей по расчету, того, что нужно демонстрировать, как раз-таки не хватает. Поэтому получается достаточно такой мощный шаг за шагом комплекс курсов, ну и, соответственно, знаний, которые дают нам уже потом возможность и уверенность в анализе наших данных. С точки зрения что это нам в целом с вами даст? Ну, дипломная программа, чем она прекрасна? Тем, что, как я уже говорила, все продумано. Есть достаточно четкий учебный план, можно рассмотреть разные варианты с точки зрения там расписания в том числе. Но, естественно, нельзя как-то произвольно выстраивать курсы, потому что у каждого, ну, как правило, последующего более сложного есть своя предварительная подготовка. И когда у нас нет предварительной подготовки, конечно, мы с вами не сможем вообще понять, что происходит, и все равно придется идти ровно в той последовательности, как это называется, нельзя шагать через 10 ступенек, не хватит ширины ног, а вот по каждой мы с вами легко взбираемся. Так вот, дипломная программа в совокупности там 268 часов, да, это академических часов, это достаточно много. Что касается форматов обучения, здесь может быть классическое, традиционное обучение, то есть преподаватель, да, в группе и также все изучаете. Здесь также могут быть и смешанные обучения, то есть, например, какие-то курсы вы обучаетесь в режиме обычно-очного, да, какие-то вы можете обучаться в режиме вебинара, ну, например, особенно в периоды пандемии, и сейчас пока такой непонятный период, это особенно актуально, и также может быть какие-то варианты, ну, так называемые мощно-заучные, то есть, когда вы получаете доступ, обучаетесь и периодически задаете потом вопросы на предмет, что где не получилось. То есть, все это направлено лишь на одно, не классно провести время, да, а именно получить навыки и знания, которые вы потом можете использовать в работе. Кто-то, возможно, уже использовать сразу в работу, или, например, кто планирует встать на, что называется, рельсы, аналитика, то на перспективу. Конечно, узнать у еще непредставляемого работодателя, что конкретно они используют, это достаточно сложно, но поверьте, если даже будет что-то особенное, то все равно гораздо легче сориентироваться на то, что мы с вами уже знаем. Ну, и программное обеспечение, тут не так много, на самом деле, возможностей, поэтому в основном все равно все используют непосредственно на такие достаточно стандартные классические программные обеспечения. По обучению вы получаете также международные сертификаты, курсы у нас и созданные нашими преподавателями, и также официальные микрософтские, то есть, ну, как бы все это есть. Ну, и все это разработано на основе профстандартов Министерства труда и соцзащиты, поэтому с этим все прекрасно, все отслеживается, все уточняется. С точки зрения форматов наших занятий, здесь тоже возможности, как я уже говорил, длительность у нас от этого и либо сжимается, либо растягивается, в зависимости от того, сколько времени вы можете выделить. Но, понятно, это не так, что, например, сегодня с утра я выделил два часа, завтра вечером я выделю там три часа. Нет, каждый курс, он идет в каком-то определенном режиме, и вот здесь уже как раз есть варианты. То есть, например, если у нас может быть курсом один-три дня, это при условии, что мы занимаемся с вами по восемь академичасов каждый день, то есть, например, с десяти до семнадцати десяти. Ну и пугаться не надо, конечно, там есть и обеденные, и маленькие, что называется, кофебрейки. И поэтому тогда вот у нас и получается длительность курсов там восемь-двадцать четыре часа. Может быть, от двух до шести дней, если мы с вами занимаемся по четыре академичаса, то есть более коротенький вариант, тогда, соответственно, у нас каждое занятие, ну как половинка предыдущего режима, и тогда уже, соответственно, у нас количество дней с вами растягивается. Тут могут быть разные варианты, это может быть и только утреннее время, и только вечернее, и дневное, возможно. Все зависит от того, что мы с вами будем уже непосредственно на что ориентироваться, на какие курсы, в каком расписании. И, соответственно, здесь уже вы меньше получаете за день информации, и у вас больше времени с точки зрения ее оттачивания. Как мы все хорошо, я думаю, представляем, позанимавшись, что называется, с преподавателем, да, пообсудив там, в группе, также это все здорово, у нас слушатели любят тоже друг с другом общаться, то в этом случае, когда мы делаем друг другу какие-то наводящие вопросы, задаем, да, беседуем, разбираем, это одна форма. И другое дело, когда нам нужно закрепить знания, то, конечно же, здесь, всегда в ваших же интересах, выполнить так называемые домашние задания, самостоятельные работы, как ни назови, просто некоторым не нравится слово домашнее задание, но так или иначе, цель только одна, закрепить полученные знания. И здесь, если вы это делаете сразу, а не спустя полгода, то, конечно, вы получаете колоссальный эффект, потому что вы уже это помните, вы это уже осознали, и следующий пласт информации, он прекрасно ложится на предыдущий. Все наши занятия, независимо от того, в каком формате обучение проводят, они проходят у нас, что называется, с живым преподавателем. То есть, если это очные группы, то вот как сейчас я с вами, что называется, вам рассказываю, мы там еще будем беседовать и прочее, да, то есть, абсолютно нормальный вариант, рабочий, шаг за шагом. Если это будет, например, формат открытого обучения, то есть, когда пользователь может рассматривать курс в своем темпе, какие-то моменты он может пропустить, да, если он хорошо знает, какие-то, если его непонятно, несколько раз посмотреть, то, тем не менее, пользователь как бы работает сам, но всегда есть преподаватель. И в случае, когда что-то где-то не получается или не ясно, то преподаватель всегда поможет, подскажет, чтобы, ну, что называется, эту непонятность, да, превратить в понятность и дальше иметь возможность также все, собственно говоря, творить. Ну, и, естественно, есть также возможность сделать и перерывы между модулями, то есть не проблема, вы, например, можете учиться части, потом вам нужна пауза по разным причинам, мозг устал, лишние какие-то необходимости, и потом дальше продолжить. То есть не то, что вот как, что называется, сел, да, в поезд, и так едешь в Москву-Ладивосток, пока не доедешь до Владивостока. Нет, паузу можно делать, и все нужно делать всегда комфортно, чтобы это было в радость. Но, конечно, не затягивает, потому что бывают, например, варианты, вот могу сказать, бывает в корпоративных группах, одно занятие в неделю, ну, к примеру, да, с ними немножко гибче. И я всегда, ну, как бы против такого варианта, потому что вариант, когда человек погружается, то есть вот интенсивно, да, он действительно погружается, и даже если ему тяжело, он осваивает это легче. А когда человек начинает учиться редко, да, то он уже как-то расслабился, пока он собрался, вроде бы как, как уже занятие закончилось. С точки зрения выполнения любых заданий, то здесь от нас с вами не требуется прям сверхмощных компьютеров, как, например, игровых и прочее, то здесь мы можем с вами иметь достаточно средненький компьютер, ну, там какой-нибудь Intel 3, да, или аналог его AMD процессор, минимум 4 гигабайта оперативной памяти, ну, чем больше, тем лучше, здесь все понимают, ну, и минимум какие-нибудь там 250 гигабайт жесткого диска. Плюс, конечно, программное обеспечение. Что касается программного обеспечения, мы, учебный центр, мы не занимаемся, естественно, продажей программного обеспечения. То есть, если это майкрософтские вещи, вы можете спокойно прийти на официальный ресурс Microsoft, да, Microsoft.com и в разделе программного обеспечения, собственно говоря, получить, оплатить, и также эта возможность есть и в магазинах, связанных с электроникой, то есть здесь учебный центр не предоставляет услуги по приобретению программного обеспечения. То есть это не наша, это не наша ниша. Вот, поэтому здесь уже, если вы занимаетесь со стороны, ну, как бы на своих компьютерах, то, конечно, у вас, чтобы иметь возможность тренировки, ну, должен быть там Microsoft Office, да, и, конечно же, расширенный, потому что в версии для дома и учебы, многие моменты, они просто физические даже и не подразумеваются. Так, ну и, соответственно, если мы с вами говорим, какой результат мы получим, как я говорила, наша задача – это получить много навыков и их применять в дальнейшем к непосредственно к реализуемым задачам, да, и реально, ну, конечно, например, если брать второй, Excel, третий, там тяжелее со сквозными задачами, там множество, ну, таких небольших задач, как бы, то многие другие курсы, ну, например, там, где Power Pivot, да, там Power Desktop, мы реально решаем на курсе сквозную задачу, то есть мы начинаем загрузки источников, потом обогащаем наши данные там модели разными расчетами и делаем визуализацию, то есть, в принципе, это практически такой же процесс, как у вас он будет с точки зрения работы. И здесь даже порой, естественно, у нас также бывают слушатели, которые уже там работали, некоторые мне иногда пишут, я уже целый год работал с Power Pivot Desktop, но для себя узнал много нового. Ну, вопрос, как вы знаете, работы всегда разные, да, некоторые и говорят, что они 15 лет в Excel работают, а потом после фразы, что у нас есть тут абсолютная ссылка, он говорит, вау, вот как это работает. Ну, и уже другой человек что делает? Он уже делает выводы о том, чего не знает этот человек. и то есть, легко сразу себя сдал со всеми потрохами. Так вот, в ходе этой дипломной программы мы действительно с вами учимся работать от А до Я, понимать, в каких случаях, какое программное обеспечение нам будет лучше использовать. то есть, где-то достаточно действительно простой сводной таблички, где-то нам нужна модель, да, модель может быть как в Excel, так и в Power BI Desktop, и исходя из того, что дальше с этим результатом нужно делать, да, каковы его перспективы, кто еще с ним работает и так далее, мы понимаем, где его лучше создать. Но тот же Power Pivot, где бы он не был в чистом Excel или в Power BI, это все равно модель Power Pivot. Знания полученные в одном, вы также приходите в Power BI Desktop и говорите, ага, это мы уже знаем, все хорошо, ну и дальше спокойно уже именно в технологиях Power BI Desktop разбираемся. Так, поэтому здесь все четко. Предварительная подготовка, она больше идет конкретно под каждый курс, да, то есть вот если я на секундочку вернусь обратно к продолжительности нашей программы, да, ну где какие курсы, то там, где, например, есть основы, да, так, как правило, предварительная подготовка достаточно простая. А вот если, например, мы захотим с вами сразу пойти на уровень 6, допустим, в Excel, да, Power Pivot, то здесь, конечно, мы должны с вами уже понимать вообще, как устроены данные, мы должны знать с вами функции, потому что изучать, например, в Power Pivot эти функции, которые мы уже должны с вами знать со стороны Excel уровня 2, это будет неправильно. Вот, поэтому, конечно, она так поэтапно идет. Ну здесь, во-первых, вы всегда можете, если, например, не можете точнее сориентироваться, вы всегда можете пообщаться с нашими менеджерами, они всегда вам помогут. Что касается, вот, Евгений, интересуется Python, ну или как по простому Python, Python, да, то на самом деле наш Python, это все хорошо, но с точки зрения аналитика, он не так сильно прям вовлечен и проходит вот именно с этих позиций. Python вам позволит в том же самом, например, Power BI Desktop создавать какие-то дополнительные скрипты, да, то есть дополнительные визуализации, это в дополнение будет, это уже такой, будет advanced на определенные моменты. Но, вот так вот по позиции Python, применительно к анализу, они, ну как бы, немножко другие. То есть здесь в большей степени это знание Excel простого, да, для каких-то простых вещей, и дальше вот Power BI. Так, есть разные дипломные программы и, возможно, просто вы имели возможность как-то общаться или просматривать дипломную программу, связанную с программированием, потому что, ну как бы, данные, какие-то моменты, они, естественно, будут где-то пересекаться. Так, ну и, соответственно, как мы уже говорили, что по окончании вы также прекрасно получаете различные документы. Да, это могут быть и документы свидетельства центра, да, это есть и удостоверение центра о повышении квалификации. Их вы обычно получаете, когда проходите одиночные курсы. То есть, например, получили свидетельство центра. Это говорит о том, что да, вы молодцы, прошли этот курс. Если у вас есть высшее образование или среднеспециальное, то предоставив документы, мы с вами можем получить удостоверение о повышении квалификации. Ну, скажем так, перед глазами работодателя удостоверение о повышении квалификации, оно выглядит, ну как бы, солиднее. Ну и это какая-то, может быть, программа, она более компактная. И также у нас с вами, когда мы заканчиваем уже дипломную программу, то у нас с вами появляется уже более солидный документ на рынке труда. Это диплом о профессиональной переподготовке. И, соответственно, здесь уже совсем другой вес, то есть это именно не кусочное вы там что-то освоили, а уже такой комплекс курсов, который позволяет вам мыслить именно как аналитик, а не как просто, например, любитель цифр. Или человек, узнавший там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Поэтому, исходя из этого, у нас с вами и изложено такое количество курсов. Так, Галина, я не имею прям такое полное представление про какого конкретно аналитика данных с питоном вы сейчас мне указываете. Я, честно скажу, не все программы дипломные знаю, особенно те, которые не очень близко касаются тем, чем я занимаюсь. Ну, я думаю, это нормально, я не могу знать все. Это в 90-х, там, в 2000-х годах у нас направление было вообще в жизни компьютерных пальцев хватало рук пересчитать. А сейчас направление столько, что не хватает уже рук, ног и соседских в том числе. Вот. Поэтому большее знание, комплекс, они, соответственно, дают вам преимущество, ну, что называется, перед любым работодателем. И это хорошее преимущество для хорошего старта. Так, ну и, наверное, наверное, если у вас в том числе, вот я смотрю здесь по чату были некоторые вопросы, можно ли там обычно вопросы присоединиться к группе после старта курса, ну, все будет зависеть от того, какой курс. Если курс, например, стартанул, ну, допустим, вы не хотите терять время, но вы там не работали в этих технологиях, то, конечно, не стоит. Потому что если чуть-чуть что-то, да, небольшое, вы можете присоединиться и, например, там посмотреть то, что пропустили в записи. Все занятия у нас сейчас записываются, да, и всегда в течение полугода вы их можете просматривать, акценты какие-то делать, чтобы параллельно и домашку решать, ну, и так вообще запоминать, да, и привыкать. Поэтому не на каждом курсе, то есть тут уже нужно рассматривать конкретные варианты и конкретные знания ваши в этом направлении. Если вы вдруг там пропускаете занятия, ну, причины разные бывают, там вдруг ни с того, ни с сего командировка или еще что-то, то здесь у вас тоже всегда есть возможность, если есть, например, интернет, вы можете подключиться удаленно, вот как мы сейчас с вами, да, и практически, если у нас устойчивый интернет, спокойненько можем с вами просматривать. Например, если у вас на даче хороший интернет, вы можете комфортно в гамачке летом, что называется, залечь и репетировать, и учиться. Вот, поэтому это не проблема, ну, или в крайнем случае, если вы там пропускаете одно занятие, вы это занятие потом просмотрели в записи, да, и вы снова в строю, чтобы продолжить дальше обучение. Как я уже говорила, записи у нас ведутся по всем курсам непрерывно, ну, завышены только пауз там на обеденные перерывы и прочее, и они хранятся у вас в личном кабинете, и в течение полугода вы можете их просматривать. Что касается компьютеров, ну, здесь тоже, как вы понимаете, иногда бывает человек вот на удаленке, да, и не рассчитывал, что компьютер может не потянуть, то здесь, как правило, у нас есть возможность вам помочь, то есть предоставить общий доступ к компьютеру центра, да, для того, чтобы вы могли также обучаться. Но единственное, какой-то компьютер у вас должен быть, иначе, если никакого нет, то непонятно, как его предоставить. Вот, поэтому по мере необходимости мы тоже стараемся вам помочь, не оставить вас в беде. Ну, и здесь, наверное, тогда моя часть, она будет завершена, и я передаю обратно слово Ольге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok вот, так, я рассказывала, что стоимость дипломной программы следующая, я ссылку на нее отправила в чат, чуть повыше можете посмотреть, я сейчас еще продублирую, это стоимость для всех видов обучения, да, кроме индивидуального, и был вопрос в чате по поводу того, что если какие-то курсы уже пройдены, да, соответственно, тогда вы можете данную дипломную программу уже докупить за вычетом этих курсов. Вот. Ольга, а что там, по поводу сертификата на... Да-да-да, я вот возвращаюсь. Сертификат на 11 тысяч рублей для тех, кто в течение трех дней после вебинара готов оплатить полностью дипломную программу. Хочу сказать, что вот эта стоимость, о которой мы говорим, да, 122 тысячи, она идет за все курсы, которые включены в дипломную программу, и если вы просуммируете, будете их брать отдельно, то будет дороже, немного, да, там на 10%, то есть уже сама стоимость дипломной программы, она имеет скидку, плюс вот данный сертификат можете воспользоваться. Он действует, единственное, что на формату онлайн. Вот. В дипломной программе вы, в принципе, можете для себя выбирать, какой вам удобнее формат. Можете выбирать также и отдельно по курсам, какой-то курс взять онлайн, какой-то взять в очень заочном формате, и некоторые курсы, в принципе, допустимо менять местами, и даже немного дипломную программу можно с менеджером обсудить, как ее подкорректировать, если какие-то знания у вас уже там стабильно есть, вам они не нужны. И на выходе, что здесь хорошо, если у вас какое-то базовое, ну, совсем не профильное образование, если вы хотите идти вот в сферу аналитики данных и дальше в ней развиваться, вас это привлекает, естественно, какое-то базовое образование нужно немножко по профилю. И тогда, ну, часто вот спрашивают, что в этих случаях делать. Допустим, человек отучился вот на, не знаю, какого-нибудь геодезиста, я не знаю, или еще, ну, что-то совсем, да, не близкое к данному направлению. И тогда на базе высшего образования данная переподготовка, данная дипломная программа считается также высшим образованием. Так, что еще хотела сказать вам, что у нас достаточно много курсов, да, по аналитике данных, может быть, какой-то из них, да, вы имели в виду, вот когда говорили про питон, какой-то из них, да, один из них называли. Вот. Соответственно, очень близкая к данной дипломной программе у нас программа профессионал по бизнес-анализу и визуализации данных Microsoft, Excel и Power BI. Вот она здесь сверху. И вот от сканировки код можете перейти в данный путеводитель, внимательно изучив, да, каждую программу. Вот есть две дипломных программы, остальные такие комплексные программы. Они немного поменьше и не предполагают именно на выходе диплома о переподготовке, однако тоже являются достаточно выгодными и вы на выходе получаете удостоверение об окончании данных направлений курсов комплексных программ. Что хочу сказать, чем выгодно еще окончание дипломной программы, что все равно какие-то знания человек хочет дальше продолжать осваивать. И вот в течение полугода после окончания дипломной программы у вас будет скидка 50% на любые онлайн-курсы. То есть можно какие-то знания, да, еще добрать, если вам не хватит. Вот. И также в каждой дипломной программе у нас есть какой-то ряд курсов, дополняющих ее, и вы получаете на них скидку от 15 до 20%. Что хочу здесь сказать, что для каждого, кто сегодня у нас на данном вебинаре присутствует, я хочу предложить такую консультацию. Я вот ее сейчас отправлю вам в чат. Вы можете заполнить форму и указать данный промокод. И наши менеджеры вам помогут сориентироваться и разобраться, как планировать свое карьерное развитие на ближайший год. Потому что все мы знаем, что если вы профессионально не развиваетесь, то вы можете сказать, что с учетом развития новых технологий и вообще в целом изменений в любой профессии, то вы как бы немножко отстаете. Потому моя такая рекомендация, это каждый год планировать, даже если это не какое-то переобучение, просто развитие профессиональное, какие-то определенные вполне конкретные шаги, например, все они завязаны все равно сейчас на получение тех или иных навыков. И у вас должно быть четкое понимание, что вот в такие-то даты я там буду такие-то навыки развивать, может быть, где-то самостоятельно, где-то с помощью курсов, может быть, где-то там какую-то литературу читать. Вот такой план. Что касаемо наших курсов, вам наш менеджер сможет помочь составить, вас проконсультировать, потому что, правда, у нас курсов и комплексных программ очень много. И чтобы выбрать наиболее для вас так скажем выгодную, обращайтесь к нашим менеджерам. Что еще хочется здесь сказать? Был вопрос по поводу что ответить работодателю, если опыта нет, и про опыт и навык, если нет опыта, но есть дипломная программа и подготовка. Смотрите, я всегда рекомендую, пока вы учитесь, искать варианты дополнительные для стажировки, потому что стажировка, она вам обеспечивает выход на рынок труда уже с каким-то багажом. Вы показываете работодателю, что какие-то навыки вы уже применяли на практике. и в этот момент обязательно не зацикливаться на оплате, а именно акцентировать свое внимание на получении опыта. И сейчас, поскольку спрос на аналитиков достаточно большой, с удовольствием работодатели берут на такие стажировки, у нас тоже есть партнер, которым мы наших студентов направляем и вакансий там достаточно много. где можно стажировку. Давайте мы сегодня все-таки говорим не про стажировки. Приходите пожалуйста на дни карьеры. Я ссылочку отправляла ранее и там будем про них общаться. В том числе мы туда работодателей таких и приглашаем. Можете посмотреть записи на YouTube канале, они у нас выложены. В чем принципиальное отличие дипломных программ аналитик данных от аналитик бигдата? но это немножко разное направление. Одно идет больше про работу с готовыми данными аналитик данных и уже с подготовленными данными и упор делается на их анализ и визуализацию. Аналитик бигдата все-таки это про работу с большими данными, про их подготовку и больше уход акцент на IT направление. Ольга если вы здесь можете подключиться тоже прокомментировать. Так Ольга похоже нас покинула уже. Я здесь просто мышку вожу на двух экранах. Можете тоже отказать? Отлично, потому что можно запутаться сейчас в названиях и в ассортименте профессии. ну собственно говоря я тоже наизу еще не знаю но когда если открыть одно и другое вы увидите что аналитик данных это все-таки требования и по начальному уровню меньше и по знаниям особенно более сложных структур там организация данных и так далее бигдейт это же тоже огромное направление и у микрософта в том числе есть много разных технологий для этого получения поэтому можно сказать что как бы наш аналитик данных это как такая стартовая позиция а бигдейты это уже уровень advanced то есть следующего плана вот то есть все действительно работают с разными данными то есть в одном случае это более такое пульское направление в другом это уже ну более расширенное в том числе знание каких-то сетевых возможностей поэтому здесь просто нужно сориентироваться на предмет какой позиции потому что ни для кого не секрет можно иксель назвать базой данных такая упрощенная а есть прям ну что называется полноценные поэтому исходя из этого мы должны понимать то есть в любом случае слово вообще аналитик это очень емкое и для того чтобы вам понимать какая конкретно дипломная программа вам подходит нужно прямо открыть и посмотреть на что акценты на какие компоненты то есть более пользовательские или уже пользовательские совместно с какими-то IT и поддержкой базы данных исходя из этого мы можем выбрать либо одно либо другие ну обычно все-таки аналитики это люди которые ну они игры у разных уровней аналитика это очень емкое понятие да это в принципе задача анализировать данные проанализировать данные можно даже в табличке там 5 столбцов на 1000 строк и я тоже могу сказать что я проанализировала но просто все-таки масштаб анализа совсем иной инструментарий в том числе поэтому конечно же все в первую очередь зависит от того какая иерархия этого аналитика данных здесь мы рассматривали большее с позиции пользователя да который сам не занимается там ведением баз данных не занимается их созданием и так далее а именно использует источники да для того чтобы их анализировать ну и в случае если он получает источник какой-то не очень что называется подготовленный то тогда в этом случае его задача их подготовить да ну то есть сделать так как оно должно быть также следующая позиция это реально может быть и вариант когда аналитик данных человек который скажем так формирует некую некое пространство да который уже дальше анализирует другие пользователи ну то есть он все подготавливает а дальше остальные уже имеет возможность анализировать поэтому тут очень ну как бы разные ракурсы и соответственно разные знания для этого требуется и все это тоже будет аналитик то здесь мы имеем ввиду аналитик данных с позиции такой advanced user да способный анализировать большие данные и соответственно быстренько их и анализировать и соответственно демонстрировать отчеты что еще требуется как правило ну с точки зрения именно анализа вот то есть с этих точек зрения уважаемые слушатели задавайте вопрос пожалуйста не стесняйтесь у нас еще есть пять минут я думаю может быть есть какие-то вопросы по форматам обучения либо по какой-то предварительной подготовке я часто слышала вот хотела Ольга вам вопрос задать такое мнение вот допустим у человека не складывалось с математикой в школе когда он учился он так про себя понял что в принципе как-то нет мне дороги ни в IT направление ни в аналитику хотя я считаю что это совсем не показатель если в школе не складывалось с математикой то в возраст и возрасте все-таки мы там оперируем сейчас все главное понимать как устроены процессы и сейчас все считает в основном программа ну тут конечно та математика которая была в школе особенно не знаю в матче своей интегралы дифференциалы в старших классах и необходимость вручную там считать степени и прочее это конечно нам не нужно но какие-то примитивные понимания вообще законов арифметики математики они конечно в первую очередь это должны быть также второй момент должно быть уже ну понимание скажем так общего вообще образования даже когда человеку если ты говоришь надо сложить числа или там суммирование он делает круглые глаза тут я даже не знаю действительно ему стоит становиться или все же нет по поводу другие могу сказать что частенько я встречаю только кто мне дизайнер был например который решил все хочу вот стать аналитиком да или там заняться вплотную всякими расчетами были филологи и мне кажется все-таки здесь в первую очередь это восприятие человека и понимание его потребности то есть конечно у кого-то какие-то навыки они лучше раскрыты возможно на них просто больше делали акцентов у кого-то соответственно меньше но в принципе если человек направлен если он заинтересован то я считаю нет преград и можно научиться практически всему тем более что с этой точки зрения за нас действительно с вами работают программы но сами по себе они к сожалению не работают поэтому нам нужно им давать четкие команды ну а здесь наша задача понимать общий смысл понимать как работает логика тех или иных функций тех или иных инструментов и дальше что называется эту логику развивать и осваивать поэтому я всегда говорю только потребность не важно какое у вас образование только потребность желание и желание тренироваться реализовываться иначе в любых сферах ничего не получится сегодня если вы этому научились потом например год чего-то не делали любой навык жизни то вы ну конечно что-то помните но сказать что-то конкретное нет поэтому только практика постоянная практика позволяет пользователю и нам как преподавателям тоже развиваться то есть если нет задач человек уже сложил ручки типа это знаю это знаю ну и хорош так я тоже думала пока не появились Power BI настройки что вроде как все основные моменты в Excel курсами например у нас уже охвачены а потом появились Power и соответственно появилась новая линейка курсов новые возможности и новые потребности в изучении естественно мы тоже изучаем и периодически под разные задачи также решаем изучаем и узнаем что-то новое но понятно если ты в этом только начало работать то скажем так концентрация новизны можно сказать так ежедневная она у тебя будет гораздо выше если ты в этом работаешь уже достаточно долго то концентрация нового это уже такие крупицы но за то что это обычно такие ну что называется смачные крупицы очень приятные и особенно когда если даже вот что-то где-то может не получается когда ты уже достиг этого решения это как правило даже больше наслаждения чем все знания которые были ранее ну такие массовые вот поэтому можно все освоить главное чтобы была заинтересованность стремление и чтобы не было ну типа потом затем ну то есть вот эти вот все варианты всегда можно все изучить если есть интерес если есть желание если есть стремление нет ничего невозможно но естественно изучать нужно постепенно чтобы было и понимание и соответственно желание двигаться дальше нельзя начинать сразу с конечных каких-то Потому что реально мы с вами не сможем в этом случае понимать, что вообще происходит, а когда это нормально для человека, если он не понимает, что происходит, то у него, как правило, ручки складываются, опускаются, и он дальше не хочет ничего заниматься словами, ничего не ясно. А если мы идем последовательно, шаг за шагом, от простого к сложному, что называется, то здесь тогда все хорошо, у нас развивается логика и возможность дальнейшего принятия решений, формирования мыслей и так далее. То есть задача не только научиться пользоваться, но и развить, что называется, логику мыслей, потому что сколько курсов Excel, я всегда говорю, не сделаешь, все равно все вопросы, которые так или иначе могут или необходимости решений пользователя возникнуть, их рассмотреть физически невозможно. Я тоже порой слышу задачи, к которым я не сталкивалась, но хотя бы можно всегда уже прикинуть, как это можно решать, ну и прикинув, оказывается, да, это тоже, например, работает. То есть только не бояться, пробовать, экспериментировать и творить. Ну, в общем-то, так обычно в нашей жизни проходит. Везде нужно двигаться и не застаиваться на месте. Ольга, а можно вопрос, Кулешова, скажите, а вот стоит дефис 16-19 версии, это как понимается? То есть показываем 16-ю версию, возможно, 19-ю, или же они будут в равной степени показывать возможности этих версий? Да, смотрите, для многих инструментариев, ну, как вы понимаете, каждая новая версия, она не может быть кардинально прямо замененной на фоне предыдущих, да, это обычно все предыдущие возможности, плюс, ну, добавились какие-то новинки. У нас везде в офисах написано 16-19, у преподавателя всегда 19-я версия последняя, ну, в принципе, все основные моменты, они есть и в той, и в другой версии. Могут быть, смотря про какую программу курса, если мы будем говорить, например, отсутствуют какие-то несколько там, допустим, пунктов 16-й версии, но это несущественно, обычно это если там будет, то может быть процент минут 10 от всего курса. По всех остальных они, в принципе, одинаковые. Просто, например, почему еще такие иногда требования? Ну, во-первых, мы, как официальный партнер Microsoft, должны работать по последним версиям, а не по тому, что было, и плюс все-таки мы должны, ну, возможности демонстрировать. Вот, и плюс еще, например, если особенно говорить про Power Pivot, Power Query, то они более устойчивы, да, это и функционал кое-где, например, ну, более интересный, и это тоже накладывает свои опечатки. Ну, а если, например, бывает всякое, там, у человека 13-й, 10-й, значит, он должен морально-физически понимать, что какие-то моменты быть не мог. Ну, то есть, и это не преподаватель, что называется вредный, да, не хочет рассказать, но просто физически программное обеспечение это может не давать таких возможностей. Поэтому мы стараемся 16-й, 19-й, ага, просто обращение, а акцент будет делаться на 16-й версии или больше на 19-й? Нет, мы учимся по 19-й версии всегда, но также, если, например, что-то отсутствует в 16-й, преподаватель всегда говорит, что, например, там в 16-й версии у вас не будет, например, вот это. Или, предположим, команда будет находиться, ну, допустим, не в этой группе команд на этой вкладке, она будет находиться, ну, например, на соседней. Но, например, для многих моментов, если глобально говорить, тот же там PowerPay, вот PowerQuery, 16-й, 19-й версии, они будут идти одинаково. Если мы говорим про второй уровень Excel, ну, буквально там, может быть, не будет у вас шести функций, но ничего страшного, четыре из них вообще не принципиально, ну, две нет, ну, что теперь делать, нет и нет. Если четыре, то переживем, спасибо, я ответ твой получил. Нет, 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 то есть тут не будет такой колоссальной разницы, да, что, вот, например, вы там 5 минут курса по 19-й версии поймете, а дальше нет. Еще раз повторюсь, не может быть новой версии прям, что называется, в разы по возможностям превышающей предыдущие. Иначе будет глобальная проблема несовместимости версий. У нас все люди работают в разных версиях. Вот, поэтому просто какие-то моменты, их немного, они будут немножечко... Я постучился по 19-й версии, поэтому, думаю, право уже данные свои обновить, поэтому я спрашиваю. Спасибо большое еще раз за ответ. Пожалуйста. Светлана спрашивает, какой средний возраст начального уровня. Светлана, очень сложный вопрос, если честно, потому что на самом деле возраст разный. И я уже давно не делаю акцент на возраст. Могу привести пример, у меня были на курсах бизнес-аналитики пожилые люди. Ну как, это всего 70+, все-таки уже не молодость, да. Но, если бы они у меня были в начале 2000-х, то там стереотип был такой. Когда ты видишь пожилого человека, то это будет беда. По той простой причине, что он там плохо двигает мышкой, путает лево-право и так далее. Так вот, в бизнес-аналитике, это были от компаний, мужчины и женщины, они давали фору всем остальным молодым. И тут ответ предельно простой. Если человек постоянно в тонусе, да, то есть он, что называется, тренирует свой мозг, осваивает технологии и так далее, то он будет всегда в тонусе. То есть он пытлив, да, он идет в ногу со временем, он развивается. И тут неважно, сколько ему будет, 20, 30, 40, 50. А если человек достаточно молодой, но при этом ничего не хочет делать, то здесь на молодость, ну, что называется, будет только скидка, ну, ладно, он еще только начинает свой путь. Ну, к примеру, да. Поэтому я вам не могу сказать и конкретно ответить про возраст, но в среднем разные же у нас потребности. Возраст иногда такой бывает еще неоднозначный. То есть даже не знаю, как правильно сказать. Но если, наверное, округлить, то, наверное, в среднем где-то 40. Ну, если одному 20, другому 60. То будет 40. Вот. Поэтому не делайте акцент на возраст. Возраст – это еще не показатель. И если вы переживаете там за возраст, ну, и в серии, что вы молоды, или наоборот, может быть, там, у вас уже много жизненного опыта, это вам может сказаться наоборот, даже если вы не работали с программами, но вы много всего другого знаете, вы свой другой опыт переложите на эти рельсы инструментов, и, возможно, это даст, наоборот, еще даже большую выгоду, чем те, кто только начал. Поэтому не надо зацикливаться ни на образовании, ни на возрасте. У нас, что называется, всем все покорно. Главное – желание и стремление. Ольга, я предлагаю на этой замечательной ноте подходить к завершению. Уважаемые слушатели, спасибо всем, что нашли время и посетили сегодняшний вебинар. Еще какое-то время я оставлю чат, чтобы вы могли скопировать ссылки, которые я вам ранее отправляла. Может быть, кто-то захочет куда-то записаться. Да, спасибо вам, читая вашу благодарность в чате. Хочу поблагодарить Ольгу Кулешову. Ольга, спасибо огромное, очень интересное погружение в профессию. Пожалуйста, Ольга. И смотрите, если вам даже кажется, что циферки – это скучно, то приходите, и мы опровергнем это мнение, что учить чему-то расчетами и прочее – это скучный процесс. Это очень увлекательный процесс, что называется, окунешься и не захочешь выходить. Если еще к этому добавить красивую презентацию, с этими цифрами вообще будет самое цимистое, что называется. А это уже результат. Пожалуйста, Владимир. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.